едиот идиотс сегодняшний эпизод будет не таким веселым как обычно Сегодня я подвожу итоги недели выкладывания видео. Собственно, давайте посмотрим. За первый эпизод было оформлено минус 9 подписок. Эта статистика именно по конкретному эпизоду, не по каналу. Смотря конкретное видео, можно либо подписаться, либо отписаться. 9 человек конкретно при просмотре этого видео отписались от канала. Едем дальше. Полуторный эпизод, он же второй. Также статистика не впечатляющая, 4 человека отписалась при просмотре этого видео. Это статистика суммирующаяся, то есть если, допустим, подпишется 5 человек и отпишется 1, то покажет статистика цифру 4. Второй эпизод Деревянные гиганты минус 11. Что удивительно на самом деле, потому что это самый просмотренный эпизод. То есть 56 человек отметилось там, 56 дюйдов, минус 11 человек. Так, минус 11. Не буду называть их дюйдами, они... Они отписались. Третий и последний эпизод, который был выложен, минус 4. Не за один эпизод по подпискам мы не вышли в плюс. Как себе. На прошлом эпизоде остановились на том, чтобы зарядить смелтери. Я думаю, что это хорошая затея. Единственное, что меня останавливает, это перчатки. Чтобы зарядить смелтери, нужна лава, но лаву носить очень опасно. Хотя я и знаю фишку, как ее можно более безопасно носить. Тем не менее, перчатки все-таки must have. Поэтому сейчас я, наверное, накоплю достаточное количество ниток. Здесь у меня должен расти хлопок. Так, посмотрим, что я могу сделать с моим текущим количеством. Секунду. Шесть ниток, шесть вот этих. Тут еще пять ниток. Все очень дорогое. За то, что я могу сделать, так это сдать вот этот вот квест. Ага, сразу сам засчитался. Найс. Наверное, я начну, ребята, искать руды. Дьютс. Потому что мне нужно много чего найти. А это занимает приличное количество времени. Собственно, чалкопурит, купер, малахит, бандит айрон, еллоу лимонит, браун лимонит, магнетит. Кучу всего нужно найти, поэтому пойду искать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я пользуюсь железной киркой И я завершил этот квест То есть я нашел все жилы С нужными рудами Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я их сразу с Первого раза надел Правильно Если их неправильно надеть Мне выстатится подсказка Что ты их неправильно надел Предчатки Как-то неправильно ощущаются Собственно, левое налево Правое направо Мне предлагают два ведра Это неплохо Я их сразу возьму Я очень активно использовал Вот это вот одно Одно-единственное ведро Которое у меня было Можно, в принципе, прогуляться Показать Чего тут я Погоди, мне кровать с собой, да? Сбрил вот этот вот домик, потому что, не знаю, почему-то я здесь территорию расчищал. Вот, собственно, по срезу видно, сколько я здесь вниз уехал. А тут я решил посадить побольше хлопка, потому что он все-таки мне нужен. И в дальнейшем эту фирму всегда можно будет пересадить чем-нибудь другим. Какой вид, да? Пережил я одну красную ночь. Она наступила как раз, когда я копал шахты. И ничего суперсложного не было, хотя, конечно, неприятно было все равно. У меня некоторая фирма тростника. Под этим булыжником просто источник воды, который течет. Собственно, здесь источник, и он течет и две разные стороны. Сейчас первым делом нужно сделать ведро, потому что вот эти клеевые ведра если в них налить лавы, они сгорают, они становятся одноразовыми. И я подумал, что это не самое разумное использование ресурсов. Куда лучше их будет, допустим, использовать для той же воды. Не знаю. Единственное, что по квестам у меня еще не открылись нужные инструменты для изготовления ведер. Поэтому я сейчас без квестов сделаю эти инструменты, а потом еще вместе с квестами их сделаю. Вот так вот. Да, вот, получается, молот. Из него я делаю... ...плиты. А из плит делаю ведра. Собственно, таким элементарным способом. Тут был квест, награда за квест, который предлагает мне сразу ведро славы, но я подумал, что как лавы, так и... ...так и так и железных ветер я смогу сделать сколько угодно, а... ...железные кусты... ...не думается, их куда сложнее добыть. Поэтому я здесь возьму в награду железные кусты. И тут предлагают мне, собственно, медные кусты. Особый выбор невелик. Так, очевидно, я не буду себе багет брать. Не, он ни к чему. А, здесь, скорее всего, возьму сумку, потому что... ...метья, ее тоже будет как грязи. Возможно, сумка будет поинтереснее. Что за награда меня ждет? Стак дерева и губка. Не уверен насчет губки. Возможно, губка сложно крафтиться или типа того. Вот, кстати, за убийство монстров мне будут давать... ...сердца, скрещивая которые, я смогу... ...увеличить свое количество жизней. То есть, это прям вообще... ...супер-пупер. На данный момент у меня, насколько вы знаете... ...три жизни. То есть, я еще ни разу не умирал. Все, вперед за лавой. Вот здесь у меня есть какой-то стопроцентный источник лавы. Но я не уверен, что... И вот здесь вот тоже есть. Давай, наверное, не буду гадать. Давай сразу пойду туда. Потому что, ну, скорее всего, можно здесь найти поблизости лаву. Куда-нибудь, не знаю... ...в какую-нибудь вот в эту шахту залезть. Но лишний раз прыгать не хочется. Поэтому пойду уж наверняка, где есть лава. Не сказал. Нашел я пазл. Вот здесь вот фиолетовым он выделен. В пазл... При решении пазла можно получить халявный лут. Или умереть. Так, тут лава. Да, лава. А, маток сделал. Тоже не сказал. Ну, ничего особенного. Флинтовый маток. Сейчас в смотере сделаю. Посмотрим, может быть, я его обгрыжу. Так, я сюда иду за одним ведром лавы, правильно? Наверное, можно было не жадничать, сделать еще одно ведро, но... Черт с ним. Нашел сундук в одной из этих шахт. Там было седло, так что, возможно, я приручу одну из лошадей. Возможно, на ней буду путешествовать. Посмотрим. Так, ведро с лавой нужно не сюда. Вот сюда. Все, смолтарь готова. Осталось только сюда закинуть булыжника. Я забыл, что у меня у кузнеца есть еще лава. Ну, ладно, тогда сейчас я вот эту лаву кузнеца туда перенесу. Мне пока что ее хватит. Первое, что я сделаю, это, наверное, расширю смолтари, потому что чем больше смолтари, тем больше в ней влезают, соответственно. И учитывая те количество ресурсов, которые я сюда буду носить, мне выгодно, чтобы она была большой. Считаю, это мой основной источник переплавки ресурсов. И плюс у меня есть огромные планы по поводу этой смолтари. Она будет в дальнейшем моей трубой в главном ходовом вагоне. Я планирую сделать базу в виде огромного поезда с кучей вагонов. Не знаю, что из этого выйдет, но смолтари будет основным первым вагоном, которым будете толкать, собственно, сердцем вагона, сердцем поезда. Так, сразу беру побольше булыжника. Ну, вот, считай, уже вот даже вот в эту смолтари влезает... Сколько? Почти два стака булыжника. Не кисло, так я скажу. Всё, готово. Теперь у меня есть алюминум. Алюминум это то, что мне просто нужно. Алюминум это просто must-have, потому что... С помощью алюминума... Я смогу сделать себе фордж, tool forge. Для него нужны четыре блока железа. Станция с инструментами, которые делаются с помощью пилы. Выглядит страшно, но на самом деле пила не такая страшная, как кажется. Ей нужна всего лишь эта палка и две пластины с файлом. Собственно, элементарно. Тут основная проблема именно вот этих алюминумовыми пластинами. Они больше всего проблем составляют, но на самом деле... Этот сплав... А, блин, ещё сталь нужна. Это не очень хорошо. Да, сталь мне ещё, конечно, далековато. Собственно, первый квест сейчас буду расширять молтери. Я надеюсь её расширить, чтобы она вмещала в себя... Ну... Не знаю, ну пускай... Ну, скажем... Ну, я даже не знаю. Ну, тысячи две слитков. Если она будет вмещать, мне... Мне этого хватит поначалу. Читерну, так вот, с краешку я поставлю вторую канистку, корзину. И буду сразу две выливать. А-а-а! Я получил пинаты! Это то, что нужно. Пинаты, ребята, это просто мастхев. Арахисовое масло, это то, что я буду намазывать на хлеб. 55 блоков уже! Ё-моё! Да я сливаю, блин, медленнее, чем получаю. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я сюда... Сюда поставлю ещё третью канистру, корзину. Так, алюминобрас, собственно. Ладно, чтобы это всё приготовить. Я сюда кладу слиток, заливаю брасом, и получается каст. Так, сколько у меня ушло ресурсов на одно кольцо? Обсчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. 20 блоков, правильно? На одно кольцо. Головку. Тут поставить алюмином брас. И начать выливать. Кирка есть. Лопата есть. А, вот и топор. Это пускай будет. И ножи пускай будут. Там есть ещё место. Ну, вот ещё пять слитков. Тут ещё выливаю не хочу. Найс. Железо должно было быть готово примерно к этому времени. Вот так. Слитков. Хорошо, соответственно. Топор. Лопата. И нож. Я до этого пользуюсь флинтовым ножом, но... Я думаю, железное будет поинтереснее. Так. Лопата. А маток тоже лопату требует, да? Возможно, мне нужно две лопаты. Сейчас посмотрим. А, нет. Маток вообще вроде нельзя так сделать. Читерно. Да, тогда мне нужна ещё одна лопата. Обграживается в железную лопату. Найс. Маток вроде нельзя обграживать, поэтому я сразу сделаю. Хотя... У меня хороший маток. Ну, плюс-минус хороший. Я попробую его обградить, но, по-моему, маток нельзя обграживать. О, нет, смотри, можно. Так. И вот так. Клёво. Так. И, соответственно, ножи. Тут их тоже можно сразу обградить. Здорово. Раз, два, три. Ну, то есть мне минимум три дрейна нужно. С тремя носиками. И ещё один носик. То есть это шестьдесят... Пять. Шестьдесят пять мне нужно. Много желугля я на сабле нашёл. Так что с углём вообще проблем нету. Не нашёл ни одной жилы с алмазами. Ни одной жилы с... Кстати, дай попробовать. Здесь ты меня не убил. Смотри, у неё пишется даже её характеристики. 0,5. 0,2. Сбросит она меня, нет? Ну, ладно тебе. Всё. Нет? Да, есть именно та, значит, она... Больше на меня не злится, но кататься на ней я не могу, потому что... Я так полагаю, седла её не взял. Ладно, дай мне, смотри, чего неё... 0,5, 0,2. А у тебя что? 0,6, 0,2. Слушай, надо, наверное, лошадь меня завести. Наверное, это хорошая затея. И дёшево. Поросы на па... Гыгыкала. И всё. И, может, друзья... 0,7. Это почти вообще 0,8. Окей, я... Попробую вот это в таком случае. Всё. Подружились. Сейчас я сразу на неё седло накину, чтобы чисто поэкспериментировать, как это всё выглядит. Достаточно дорогие ножи, на самом деле. Считаю, сколько я одного скелета убил, уже... Уже... Уже половина амуниции убежала. Половина. Половины уже нет. Возможно, палка была не самая лучшая. Вариант, возможно... Возможно, вместо палки нужно было что-то другое здесь использовать. Вот мой седло. С чего нейм так делается? Нейм. Потому что, если вроде имя им не дать, они могут задиспауниться или что-то такое, да? В ассемблере. А, точнее, скоро. Ну, вроде можно сделать обычную уздечку. Слизь. На самом деле, может показаться, что слизь — это проблема. Но учитывая, что в прошлой серии я нашёл слизь его острова, это не проблема. Солнце, извините. Вперёд. Ой, прыгать не надо на читы. Ну, читы просто. Теперь скорость, с которой я передвигаюсь, — это читы. Он не так высоко, как я думал, кстати. Это хорошо. Примерно и вот здесь, правильно? Стрёмно, конечно. Но что поделать? Есть никакой больной слизи не нагло в него падёт. Слушай, у них так зелёненько здесь. Прикольно. Привет. Привет, слизи. Так, что это за жидкость такая? Liquid Slime Bucket. Что он делает? Не можешь это использовать. О, господи. Ты меня-то не убей. Четыре земли. Давай возьму чуть побольше. Может, кто знает, сколько мне понадобится. Правильно? По-сейдимости, я ночую здесь. Где там я поднимался, спускал? О, господи. Тут что замерзло? О, нет, она здесь. Почему-то она не рендерилась или вроде того. Ну, я рад, что она не задеспавнилась. Вперёд. Можно даже ради прикола куда-нибудь прогуляться. Давай ради... Ради веселья я куда-нибудь проедусь. Вот здесь вот по льдине, вот сюда куда-нибудь. Вперёд. Ну, да какая-то хата есть. Кто здесь? У неё ничего нет. Ну, ладно. Живи тогда. Павший метеорит. Большие красивые деревья. Вообще здесь всё красиво. И лёд. И лёд красиво замерз. Вот, слушай, если бы она... Она бы ещё так не телепортировала меня, было бы вообще прекрасно. Но это... Чисто из-за того, что тучанки генерируются с сумасшедшей скоростью. За это он грустит. Так. Место у меня есть? Да я попробую, наверное. До суда у кашля докопаться. Вот деревенька. Сейчас я, наверное, здесь переночую. А потом на утро поеду идти в деревню в ту загляну. Правда, места у меня совсем не к чёрту. Нисколько не осталось. Тоже вид шикарный. Найс. Не, я, наверное, в этом лесу жить не смог. Чё-то тут как-то стрёмно. Километр стрел. Кто-то в кого-то стрелялся. Страшное местечко. Ни хрена себе здесь. Деревенька тоже мне. Упс. Чё, давай кони расследуем. Чё здесь у них к чему. Кактус байдинг. Все дома пустые. Тут какая-то халява. Слушай, а тут чё происходит? Зря. Бульк, бульк. Торгует? Сюда он торгует? Тут вот чё за буль-бульк? А-а-а! Это кузнец! Ничего себе. О-о-о! Броня для моего коня! У-у-у! Нагрудник. Свершу. Честный обмен. Я ему отдам. Грязевой, а одену железно. Снежная королева тут. Все, честная сделка. Больше у меня места нет. Где этот вход? Замуровались. Так, статистика. Так, статистика. Посмотрим статистику. 118 сундуков, 129 моб спаунеров. Не знаю, зачем мне эта информация, но клёво. Немножко подразберу этот дом. Окей. Ограбил немножечко. Я могу кровать, интересно, забрать. Она стакается, нет? Нет, она не стакается. Блин. Это мне служило верой и правдой. Му! Теперь я пересаживаюсь на другого коня. Найс. Наверное, чтобы он не выбрался, имеет смысл поставить здесь какие-нибудь блоки. Правильно. Какое-нибудь хотя бы дерево. Чтобы не было желания у него туда-сюда здесь спрыгаться. Тут много полезного мне материала, но я очень искренне верю, что если сейчас разломают, то ничего никуда не денется. Окей. И сюда, соответственно, поставлю сейчас какие-то корзинки пока что. Там посмотрим, как пойдёт. Ммм, грибная корова. Неплохо. А это что? Какие-то камни интересные. Прикольный был подарок. А здесь что? Паровый двигатель, который производит 20 рф за тик и бургер. Окей. Клево. 89. Давай, ИСи. What the fuck? Всё, я это самое. Никуда не девайся, ладно? Всё, Настя, теперь у меня есть 8 литров лавы с собой. Слушай, носится как сумасшедшая. Здорово. Просто омерзительно быстро доехал. Так. Пока буду пользоваться этим. Сколько считаю? Три кольца добавил? Не кисло? Очень не кисло. Всё. Остатки можно пережигать, переплавлять. Мне нужна целая куча железа и прочих глупостей. Сейчас я их сразу все туда закину. Ну чё, погнали. Лимониты можно делать? Можно. Значит, закидываем. Так. Потом. Челкопуриты можно? Можно. Лимониты можно. Вот этот можно? Можно. Лимониты можно? Можно. Всё туда. Всё в пекарне. И остаток железа тоже туда. 355 слитков. Неплохое начало. Как на пианино играю прям. Так. Готово. 48 купера. Такое у меня тоже есть. Найс. И последний тин, который я даже не копал вроде. Да. Ну чёрт с ним. Ладно, он подождёт пока что. Субтитры делал DimaTorzok Это всё время, что вниз на сегодня было. Спасибо за внимание и увидимся в следующем эпизоде. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok